Случайно задели ковшом. Александру Бастрыкину представят доклад о ходе проведения проверки по сносу стены дома в Буйнакске. Не такой представляли себе вселенную дети. Прокуратура Дагестана организовала проверку информации о демонстрации школьников в фильмах ужасов. В топе лучших. Дагестан вошел в пятерку самых популярных направлений для отпуска в мае. Сборы завершены. Осталось посмотреть, кто на что способен. За путевки на Олимпиаду в Париж поборются. 80 дагестанцев. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проведения проверки по сносу стены дома в Буйнакске. Отметим, что строители при выполнении работ случайно задели ковшом фасад и часть здания обрушилась. На момент происшествия внутри находилась малолетняя девочка, которая, к счастью, не пострадала. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований земельного и градостроительного законодательства. Прокуратура Дагестана организовала проверку информации о демонстрации школьников фильмов ужасов. Отметим, что в соцсетях распространился ролик, на котором детям показывают жуткие мультипликационные эпизоды вместо обещанных планет и звезд в передвижном планетарии. В гимназии номер 17 в честь Дня космонавтики ученикам первых шестых классов должны были устроить представления. Однако познавательного астрономического контента они так и не получили. На кадрах видно, как дети кричат и плачут от страха. По предварительной информации, сотрудник планетария перекрыл выход и не разрешил школьникам покидать помещение. Республиканская акция «Бахта памяти» прошла сегодня в Махачкале. Мероприятие проводится в рамках регионального слета телевизионных отрядов краеведов-следопытов и посвящена 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Активисты патриотических объединений, школьники, кадеты и представители органов власти прошли под марш военного оркестра от Центральной площади до Парка имени Ленинского комсомола. Память, почитание подвига предков и знание истории страны – именно эти качества воспитывают в подрастающем поколении подобные акции. В завершение участники возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза Магомеду Гаджиеву и монументу воину-освободителю. Тем временем активисты Народного фронта республики убрали в Махачкале территорию вокруг воинского захоронения в Русском кладбище. Мероприятие прошло в рамках подготовки к празднованию Дня Победы. Общественники собрали мусор, выкорчевали старые кусты, пропололи сухую траву и сорняки, побелели памятники и оградки. Отметим, что здесь захоронены советские военнослужащие, умершие в госпиталях Махачкалы в годы Великой Отечественной войны. Это более тысячи могил, а также махачкалинские ветераны войны, в том числе Герои Советского Союза. Ряд памятников взят на государственную охрану. Мероприятия по уборке территории и уходу за могилами павших бойцов проводятся регулярно. И к другим темам. Дагестанец Зайпола Магомедов спасал людей в Крокус-Сити-Холл в ночь трагедии, выводя их из задымленного здания и подальше от стрельбы террористов. Сегодня муфтий Дагестана принимал героя в своем доме. Зайпола Магомедов является сиротой и воспитывался в Махачкалинской школе-интернате номер пять. На встречу с шейхом Ахмадом Афанди он пришел с директором образовательного учреждения Маликом Гаджиевым. Вот наша цель, цель духовенства, кто со мной, с уважением относится ко мне, кого я уважаю, наша цель, каждый дагестанец, чтобы вот так поступал. К этому мы идем. И надеюсь, всех дагестанцев до этого уровня довести. Вот наша цель. И сегодня то, что мы встречаемся, я считаю каким-то результатом, потому что корни твои здесь, ты чистый в Дагестане, твои родственники здесь, как говорится, если твои и родители, и родственники такими не были бы патриотами, мужественными людьми, вы бы так не поступали. Алхамду лиллах, я сегодня очень рад и за вас благодарен. И вы, можно сказать, про Дагестан, про мусульман, где-то говорить с хорошей стороны, вы на одну планку, можно сказать, выше подняли вот этот уровень. Достоинство дагестанцев. Вам здоровья, долгих лет жизни, и чтобы у вас были барракатные, такие же мужественные дети. Благодарю Муфти за теплый прием, за правильные советы жизненные, за то, что нас принял. Такие поступки в целом обращают внимание, поддерживают словом и делом наших ребят. Дагестан вошел в пятерку самых популярных направлений для отпуска в мае. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России. В топе Краснодарский край, Санкт-Петербург, Кавказские минеральные воды, Калининградская область и наша республика. За ними уже следуют Москва и Подмосковье, Крым, Казань, Карелия и речные круизы. По оценкам аналитиков, около 70% туристов выбирают на длинных выходных поездки по стране, в то время как лишь 25% предпочитают зарубежные направления. Саид родился с задержкой психоречивого развития. Несмотря на это, он выиграл чемпионат мира для паралимпийцев под дзюдо в 2019 году в Абудабе. Улыбчивый парень с легкостью относится к тому, что он не такой, как большинство. Просто верит в себя и любит спорт. Нам надо добиваться успеха, как и остальным. Мы ничем не отличаемся от других людей. У нас тоже есть руки, ноги. Про тренировок скажу. Это первый, это наш спонсор, как сказать. Все это наследство сделал, которое среди молодым. Это Магомедов Забир Магомедович. Все это от него началось. Потом мой главный тренер под дзюдо Бадуи Магомед Сагидулайович, который каждый день меня тренировал, каждый день звонил мне. Я, если пропускал тренировку, даже по уважительной причине, он мне звонил. Он готов был приезжать за мной, чтобы я ходил на тренировки. Он добился успеха. Первый дагестанец, который я завоевал золотую медаль на всемирных олимпийских играх в Абудабе в 2019 году. Саид – пример для остальных воспитанников коррекционных школ. Сейчас он тренирует других. Мадина Казакова – инвалид по зрению. Тоже паралимпийская чемпионка. Она частый гость на таких мероприятиях. Всячески подбадривает ребят и вопросы, просит задавать о детях, а не о ее достижениях в спорте. У меня муж тренирует тоже дидос в интернате слабовидящих. Я сама с ними сталкиваюсь. Каждый год приезжаю на этот фестиваль тоже. Очень хороший фестиваль. Я надеюсь, у детей тоже, которые здесь соревнуются каждый год, что у них тоже впереди все самое лучшее, все самое хорошее. Главное – верить в себя. В последние годы большое внимание уделяется в республике паралимпийскому спорту. Оборудуются залы, площадки на открытом воздухе. Детей из коррекционных школ активно готовят к чемпионатам. Для обычных мальчиков и девочек тренера работают, допустим, могут объяснить там с первого, со второго. Зато для особенностей детей наши тренера вкладывают всю душу в этот процесс. Им нужно объяснить даже один этот прием, где-то раз в 15, наверное, и так далее. И огромную работу наши тренера проделывают. В нашей спорте тренируется порядка 300 детей. И порядка каждый третий ребенок становится призером на сегодняшний день на российских, на каких-то международных соревнованиях. Это очень большой результат не только в целом по республике у нас, но и в целом по всей стране. Это хороший результат является. На фестиваль поддержать детишек приехали и работники отдела просвещения Муфтиятой республики. Ислам поощряет занятия спортом, и сами религиозные работники регулярно совершают утренние пробежки и организовывают спортивные мероприятия. Очень важно сохранять здоровье в теле. А чтобы сохранить здоровый образ жизни между души в наше тело, нам нужно и заниматься спортом. Наша религия, мы знаем, приветствует это. Несколько часов дети соревновались в настольном теннисе, игре в шахматы, подтягиваниях. После судей подвели итоги, вручили награды и подарки детям. Айша Тухаева, Шамиль Хиресулаев, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Махачкала. Сборная Дагестана готова к предолимпийскому чемпионату России. Наша команда завершила учебно-тренировочные сборы на базе в Карамане. Бороться за путевки на Олимпиаду в Париж в Москву отправится 80 человек. Все, на что способны вольники, покажут с 30 апреля по 4 мая. Курбан Рагимов побывал на крайней тренировке нашей сборной. За несколько дней до вылета в Москву нагрузки у борцов идут на спад. Осталось пройти последнюю проверку. Контрольные схватки. Они покажут настрой и желания спортсменов. В заключительный день сбора тренерский штаб решил пригласить бригаду судей. Это своего рода репетиция перед главным стартом. Крайний день это фактически у нас контрольные схватки. Это вызываем судей, потому что максимально приближенных к боевым, соревновательным соревнованиям. Чтобы они уже были готовы ко всему. Судьи есть, пишут, боковые есть у нас, пишут, судят. Отработали, все очень хорошо, здорово. Ребята поработали, знают, куда готовиться, к чему стремятся. Поэтому все поработали очень здорово. Где-то приходилось ребят удерживать даже. Поэтому я надеюсь, что все будет нормально. Техника, трудолюбие и чемпионский характер. Все лидеры сборной команды в полной боевой готовности. На ковре вольники сил не жалеют. Слишком многое будет стоять на кону в Москве. Предолимпийский чемпионат России – один из самых ответственных стартов в карьере спортсменов. Поддержать своих друзей-борцов, большинство из которых уже стали наставниками перед вылетом, на важные соревнования на сбор заглянул Мансур Исаев. Олимпийский чемпион по дзюдо уверен, что в дагестанской команде всегда есть кому побеждать. Скажу так, что наше подрастающее поколение, оно очень, очень хорошее, очень достойная смена нашим ребятам. Практически, наверное, начиная с 57 килограмм, также, ну, если брать олимпийские веса, да, это 50, 57, 60, 65, наверное, 86, 97, такие ударные наши, да, так скажем, весовые категории. Ну, практически всех знаю, кто там уже на пьедесталах, кто завоевал лицензии, кто на мировой арене выступает. Вот, так что стараемся за всеми ребятами следить. Ну, я смотрю, команда, она, как и всегда, в боевом настроении. Сейчас, в принципе, прошли сегодня контрольные схватки, и очень, ну, пока еще не на пике, но очень хорошая форма, ребята, уже, в принципе, близка к пику. Все, самое главное, что на сегодняшний день нет травмированных, и, в целом, команда такой, в боевом духе. В Москву наши вольники отправятся несколькими группами. Первая вылетит в столицу страны 28 апреля. Соревнования на лайв-арене пройдут с 30 апреля по 4 мая. В оставшиеся до отъезда дни дагестанские борцы будут тренироваться уже в щадящем режиме. Курбан Рагимов, Мурат Бейкбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова